Три месяца прошло с того времени, как сотрудники управления жилищным хозяйством перешли от предупреждения к действиям. За этот промежуток времени в нефтекамские коммунальные услуги были отключены более чем в 500 квартирах города. Такие меры были приняты в отношении злостных неплательщиков, которые накопили немалую задолженность по кварплате в течение многих месяцев. За этот период было отключено более 500 квартир. Из них больше половины каким-то образом изыскало возможность, они решили свои вопросы. Кто-то полностью погасил, кто-то погасил большую часть долга и заключил соглашение с нами о рассрочке платежа. То есть движение какое-то по этим квартирам есть. Эта работа у нас планомерная и она проводится и будет проводиться ежедневно. Во всем городе насчитывается около 5000 собственников, которые по той или иной причине не производят оплату за услуги ЖКХ. Причем суммы задолженности порой превышают 100 тысяч рублей. Как пояснили в управлении, должником, у которого производится отключение коммунальных услуг, считается человек, не оплативший ЖКУ более двух месяцев, исходя из соответствующих нормативов. Поэтому прежде чем прийти и отключить свет и горячую воду в квартирах, сотрудники компании отправляют по адресам предупреждения. И в случае, когда через месяц долги остаются неоплаченными, производится отключение, вне зависимости от того, дома собственник или нет. При отключении отрезается фазный провод, ставится пломба на провод, чтобы не было несанкционированного вмешательства в работу. И после этого заполняется акт об отключении. Как показывает трехмесячная практика отключения коммунальных услуг сотрудниками УЖХ, большая часть задолженности оплачивается в первые же часы после того, как были приняты меры. И эту практику компания намерена продолжать. Но помимо угроза отключения электричества и горячей воды, горожан ожидают немало других неприятностей, пока долг не будет полностью погашен. Размер пени с января 2016 года увеличился. То есть с 90-го дня просрочки размер пени существенно увеличивается. Существует и судебная практика. На должников, у которых задолженность превышает 6 месяцев, мы оформляем иски в суды, судебные приказы. Как правило, все эти решения носят положительный характер с нашей стороны. То есть суд принимает решение о взыскании задолженности. И уже после принятия такого решения к делу приступают судебные приставы. Не исключено и то, что в связи с определенными обстоятельствами гражданин не имеет возможности полностью оплатить коммунальные услуги. В этом случае управлением жилищного хозяйства предусмотрена рассрочка платежа, которую необходимо составить в юридическом отделе УЖХ. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов. Информационная программа «Ежедневник».